Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ранчо у Санчо. Сегодня рецепт домашний, но вообще этот рецепт, конечно же, лучше же сделать в каком-нибудь барбекю. Закрыть крышечкой с ароматным вкусом дымка, и это получается очень вкусные куриные чупа-чупсы. Вот такая вот штука. Вот так вот мы их надрезаем, глазируем и жарим. Сегодня я это покажу, как можно сделать свободно дома. Будет не хуже, поверьте, но единственное, не будет небольшого запаха и аромата вот этого дымка и подкопченности. Но, за неимением, делаем дома и наслаждаемся вкуснейшими куриными ножками. Поехали же готовить, я вам покажу, как разделать так курицу. Берем обычные голени и вот здесь вот, со всех сторон, вот так вот по кругу надрезаем. И вот так вот смотрим, где еще не надрезали. Здесь будут попадаться небольшие сухожилия, их можно вот так вот подрезать. Вот эту вот часть просто берем и отрываем. Можно себе помочь ножом, либо же кухонными ножницами. Можно вот так вот, если сил хватает, взять ее и просто оторвать. А эту часть аккуратно вот так вот опускаем вниз. Аккуратнее здесь попадается вот такая вот косточка, об которую можно наколоться. Поэтому делаем это все аккуратно. И можно на весу вот так вот, держа за две стороны, его немного мяса вниз опустить. Вот такой вот чупа-чупс и у вас будет получаться. Проделываем эту операцию со всеми ножками. Посмотрите, какие красавцы получились. Кстати, называется данная вещь либо же чупа-чупс из куриных ножек, либо лолипопс. Либо же ножки. Либо ножки. Я не знаю больше названий никаких. Ладно, теперь нужно подготовить сухой маринад. Для этого берем аджику. У меня сухая аджика. Обязательно берем копченую паприку, ведь нам надо соментировать, что это все приготовлено с копчением. Также добавляем сюда соль. Обязательно. Здесь, кстати, классический такой набор специй. Также добавляем сухой чеснок. И добавляем черный молотый перец. И теперь всю вот эту вот смесь здесь перемешиваем, объединяем. Кстати, можно по своим вкусовым предпочтениям добавить сюда какие-нибудь еще специи по типу тимьян, розмарин, возможно это будет орегано. Но вот это вот настоящая классика. Больше ничего не нужно. Кстати, можно также добавить немного сахара. Но это если вы особо глазировать не будете. Я их сегодня глазирую в барбекю соусе. Немного забегаю вперед. Поэтому мне сахар здесь не нужен. Берем противень. Добавляем сюда немного оливкового масла. Просто чтобы они не пригорели. Либо же это можно приготовить на сетке, на решетке. Просто здесь аккуратненько это все смажем. Так, забыл. Чтобы у нас не подгорело, мы же делаем все это очень красиво. Берем небольшие кусочки фольги. И вот эти вот ножки оборачиваем фольгой. Потому что они первым делом просто будут гореть. Нам это не нужно. И эти чупа-чупсы начинаем обваливать во всех этих специях. Можно вот так вот помочь в принципе ложкой. И выставляем сюда. И вот такой вот прелесть отправляем в духовку в разогретую 180 градусов. Готовятся они приблизительно будут в районе минут 40. Каждые 20 минут я буду смазывать барбекю соусом. Если же что, можно конечно его приготовить. Но если лень, пожалуйста, берите в магазин и смазывайте. Он тоже очень вкусный. Вот так, кстати, щипцами удобнее. А то все равно через перчатку горячо. И отправляем дальше. Ну вот и подошла вкусная нота. Момент дегустации. Посмотрите, насколько же они просто золотисто-бронзового цвета. Это шедевр. Вот такой вот класс. Можно приготовить и наслаждаться вкуснейшими просто чупа-чупсами из куриных голен. Ну и берем это все и пробуем. Посмотрим, что же внутри. Мясо все белое. Оно сочненькое. Правда горячее, но ничего страшного. Обязательно добавляйте немного остринки. Я забыл сказать, в видео не показал. Я в барбекю соус, в глазурь добавил острого соуса. Тем самым более ярко выражено. Здесь сладость. Сочное, вкусное мясо, курица. Ну и небольшая остринка. Друзья, вкуснейшая вот такая вот курица. Готовьте вместе с нами. Подписывайтесь на канал. Пишите нам комментарии. Ну и я с вами прощаюсь. Кушайте вкусно. Отдыхайте с удовольствием. До новых встреч. До новых видео. Пока.